Судебное заседание является открытым. Продолжается судебное избирательство. 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 за номерами 2006, английскими до ЛСПТ, от 9 февраля 2023 года на сумму 4000 рублей. Обсуждается возможность продолжить рассмотрение дела при данной явке. Есть возражения? Нет возражения. Все лица извещены надлежащим образом. Данные ответы на запросы суда ознакомлены с ответами. Да, ознакомлено с восстановлением об отказе и с ходатайством фабулы. Ну, те документы, которые представлены по запросу суда. Мнение можем рассматривать в отсутствии указанных лиц? Да, я считаю, что можем. Хорошо. Продолжить рассмотрение дела при данной явке предыдущего судебного разбирательства суд и следует представленным материалом дела. Тем не менее, предложив судебное заседание, запросил сведения первоначального истца у фабула и свиньевых банкеров. Хорошо. Сторона отличка по первоначальному иску. Поддерживаете ли ваши требования? Поддерживаете ли вы возражения по первоначальному иску? Желаете ли что-либо дополнить? Значит, мы полностью возражаем против первоначального иска. Свой встречный иск поддерживаем в полном объеме. На данный момент дополнить нечем. То есть, все, что вы предоставили изначально, я считаю, что этого достаточно. Отвечу наше мнение. Поддерживаешь? Что-то дополнить? Не желаете? Не желаете. Почему? В штурме судом исследовались в полном объеме письменные материалы дела? Полагают ли стороны повторно дополнительно исследовать материалы дела? Или только из тех документов, которые представлены по запросу суда после судебного заседания? Ваша честь, я хотел бы все-таки обратить внимание на какие-то документы, которые вроде как исследовались, хотя я не понял, чтобы мы их что-то исследовали, максимум угласили. Обратить внимание на определенные документы в подтверждение, скажем так, несоответствия тех возражений, которые предоставил веб-банкир в своем ответе и также фабула. Ну, хотел бы обратить, в частности, на договор приведения упрощенной идентификации. Исходя из того содержания договора, которое, скажем там, приведено, никакая идентификация не проводилась. Также с учетом тех возражений, которые были даны, тоже следует, что никакая идентификация не проводилась, потому что никаких списаний, там, условно говоря, до 10 рублей, ничего не было. То есть, ну, скажем так, у них формально существует некий договор, который 10 тысяч в месяц они платят, независимо от того, сколько в расчетном периоде они идентифицируют людей и как они идентифицируют. То есть, согласно договору, идентификация не проводилась, потому что документов, подтверждающих то, что проводилась идентификация, в суд не предоставлена. Более того, я вот хотел бы обратить внимание, что веб-банкир, когда обращался в правоохранительные органы, они ссылались на то, что якобы у них есть аудиозапись телефонного разговора, ну, с кем-то там, с кем заключался договор, и даже якобы есть у них фотография с паспортом. И здесь возникает резонный вопрос. Во-первых, почему они не предоставили эти документы, подтверждающие факт заключения договора в суд, первый момент, а если они будут предоставили, возникает вопрос, откуда они взяли эти материалы, и на кого они, скажем так, оформлены. Потому что, как мы уже обращали внимание, мой доверитель никаких фотографий не делал, с паспортом, без паспорта, никаких телефонных разговоров не вел. То есть возникает вопрос, есть ли у них в действительности данные сведения, данные материалы, и соответствуют ли они в действительности, и как они получены. То есть, на мой взгляд, просто идет какая-то путаница, специально пытается запутать суд. Даже их далеко ходить не надо. Вот тот запрос, на который предоставлены документы, в частности, вот фабулу. Они пишут, что договор заключен, ссылается тот договор, который оспаривается, с Бутырской Алисей Андреевной. Возникает вопрос, а при чем здесь масло Денис Анатольевич? Бутырский, подавайте претензии. Я вот, понимаете, это сейчас не могу понять вообще, что происходит. Вроде и некрасиво ссылаются на документы, все на договора, но все противоречит материалам дела. Как мне относиться к той информации, которую они предоставили? Сначала они пишут, что они отозвали договор. Потом пишут, что договор заключен с другим человеком. Сам договор непонятно, как заключен. В договоре нету полных паспортных данных. Верификация не проводилась. С телефоном тоже непонятная ситуация. То есть, как мы из документов видели, телефон на тот момент уже был утерян и на моего доверителя был оформлен другой номер. Вот мне все-таки интересно, кто такая Бутырская, Алисия Андреевна. Так может быть, она нашла телефон, либо к ней как-то попали персональные данные моего доверителя. Либо это веб-банкир что-то темнит. Почему они обращаются в правоохранительный орган, если по мнению фабулы никакого договора не отзывался. Я понимаю, что они защищают себя таким способом. Потому что, если они бы сейчас признали, что договор отозвали, это означает, что они устраивают неосновательный спор против нашего встречного иска. то есть, они идут, ну, как говорится, тоталово. Ну, я так понимаю, если веб-банкир говорит о том, что отзывали договор, то, соответственно, они должны дать какое-то пояснение. Но никак не заинтересована сторона фабула, которая обратилась в суд с иском. Веб-банкир на данный момент, я так понимаю, молчит. Ну да, они предоставили отказ возбуждения уголовного дела, и это понятно, потому что правоохранительные органы в данном случае не усматривают никакого состава, потому что есть гражданский спор. Материалов дела у меня, к сожалению, нет. Я даже не могу посмотреть на те фотографии, которые они в правоохранительные органы направили, на аудиозапись. Я в предыдущем судебном заседании обращал внимание на то, что у них, в принципе, не предусмотрено ни на сайте, ни в приложении какая-либо верификация с помощью фотографирования, либо что кто-то перезванивал, либо кто-то наоборот звонил. То есть вот эти микрозаймы это не кредит в банке, там совсем другая процедура, это на автомате все происходит. У меня возникает вопрос, раз они располагают такими данными, предположим, паспортные данные, возможно, он где-то фотографировался в каком-то другом банке, тогда возникает вопрос, как у них это попало. И почему, вот самое интересное, почему они сюда это не предоставляют? Почему? Очень интересно. Я не знаю, понимаете, я бы, конечно, мог сейчас ходатайствовать о том, чтобы давайте запросим из материалов предварительной проверки по заявлению о совершении преступления, мошенничества, вот эти документы. но это как бы они должны были предоставить, если они ссылаются на то, чтобы была какая-то верификация, они должны подтвердить, что она была. Скажите, пожалуйста, а ваш доверитель на настоящий момент по факту мошеннических действий обращался к заявлению в правоохранительном? А в отношении него никаких мошеннических действий нет? Нет, он обращался сам по факту вот этих вот обстоятельств, по факту мегрозайли. Смотрите, вот как написали в отказе возбуждения уголовного дела, почему-то они не нашли возможность даже связаться с моим доверителем и взять объяснение. Это вы, пожалуйста, в правоохранительном формате уточните, все-таки суд не осуществляет переставление. Уважаемый суд, ага. Вопрос. Да, обращались, не обращались? Нет, не обращались, а у нас нет основания, повода. Мы о том, что к нам есть какие-то претензии, буквально недавно узнали. Вот суд, как будет разрешаться, тогда будем уже сходить. Так, ну, коль мы перешли к тем документам, которые представлены по запросу суда. Значит, здесь же фабула заявляет ходатайство о обостревлении в банке процессуального документа. Садила полиция, тем не менее, в банке он уже представлен. Ваше мнение по данному ходатайству? В принципе, отпала необходимость в чего-либо из требования, потому что этот документ имеется в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 декабря 2022 года. Ваше мнение У меня нет ответчика? Да, поддерживаю свое представление. Хорошо. Стоит определено отказать от удовлетворения ходатайства фабулы, поскольку данный документ уже представлен судом. Так, содержание фабулы не познавлено. Да. Есть необходимость дословного облашения? Я хотел просто обратить на определенные моменты по материалам дела. Давайте я сейчас вот этот вот момент уточню сразу. По фабуле, да, сейчас она дует необходимость есть? Я думаю, что нужно освежить в памяти, может быть, сейчас возникнут какие-то вопросы. Просто, может быть, в момент оглашения я сразу буду обращать внимание. Основное оглашение вам необходимо. Суд оглашает в исполнении запроса Ленинского района суда города Мурманской от 2.02.2023 за номером 315-192-23 истец поясняет следующее. Между обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Вэбанкир» далее по тексту первоначальный кредитор Бутырская Лисия Андреевна далее по тексту отвечек 7.09.21 был заключен договор микрозайма 108153-70-51 далее по тексту договор в соответствии с которым первоначальный кредитор осуществил выдачу денежных средств в сумме 8000 рублей одолжник обязался возвратить первоначальному кредитору такую же сумму суммы займа в срок до 6 октября 2021 года также выплатить первоначальному кредитору процент за пользование займом исходя из ставки 1% в день в условиям в условиях выше указанного договора нарушена сумма займа срок не возвращена уплата процентов срок не осуществлена между обществом с ограниченной ответственностью коллекторской агентства агентства заключен договор уступки прав требований номер 17 дробь 020 17 02 2022 в соответствии с которым первоначальный кредитор уступил право требований по договору общества с ограниченной ответственностью коллекторской агентства фобов актуальная задолженность на 08 02 2023 подговор микрозайма номер 18157 72 1 составляет 20 тысяч рублей в том числе сумма основного долга 8 тысяч рублей проценты за период с 07 09 2021 по 02 08 2022 в размере 11500 рублей 68 копеек за период с 07 09 2021 по 02 08 2022 в размере 499 рублей 32 копейки а также расходы по оплате государственных почтами 800 рублей сообщаем что договор микрозайма 18153 70 1 от 07 09 2021 находится в работе у коллекторского агентства фабла возврат уступленных прав лошаказанного договора о микрофинансовой компании год банкир не осуществлялся договор микрозайма номер 18153 70 группе 1 от 07 09 2021 не исключен из перечня переданного договора по договору уступки прав требования номер 17 дробь 02 от 17 02 2022 в связи с чем истец не имеет возможности предоставить документы подтверждающие утрату у коллекторского агентства фабула право требования с отличием задушенности по договору взаима номер 18153 70 дробь 1 от 07 09 до 2021 суд определяет какие обстоятельства имеют значение для дела какой стороне належит доказывать выносит обстоятельства на обсуждение даже если стороны на какие-то из них не ссылались в силу статьи 56 ГПКР должникам не предоставлены суду доказательства достоверно подтверждающих тот факт что при заключении договора взаима должник не изъявлял своей воли на получение денежных средств не направлял заявление на их получение не предоставлял свои персональные данные номер мобильного телефона не осуществлял привязки личной банковской карты в личном кабинете не подписывал указанный договор взаима не получал каких-либо денежных средств по договору взаима незаконно процессуальных документов в правоохранительных уровнях подтверждающих факт совершения мальчинческих действий при заключении договора взаима не представлены представитель подавленности прошу что вы по данному документу прошу уважаемый суд скажите пожалуйста какой документ вы сейчас отчитывали я просто его у себя не обнаружу как он называется документ который 8 февраля поступил во исполнение запроса Ленинского районного суда а вот этот правильно да который поступил 8 на 2 2023 исходящий номер суд 119 от 08 02 204 да вот хотел обратить внимание что в данном сообщении коллекторское агентство фабула ссылается на то что вот этот договор номер 108153 70 дробь 1 от 7.09.2021 года был заключен с Бутырской Алисей Андреевной но это уже обращали внимание что-то еще дополняется потом то есть вот этот момент потом я обращал внимание что вот здесь они пишут что этот договор не исключен из перечных передных договоров договоров по договору уступки прав требования его реквизиты понимаете вот возникает неопределенность так все-таки какой договор не был исключен с Бутырской и с договором с моим доверителем потому что веб-банкир четко дал ответ что договор отозван в связи с этим и было обращение правоохранительных органов потому что они считают что именно им был причинен ущерб потому что если бы им ущерб не был причинен то они не являются потерпевшими по данному заявлению потому что ну они продали все они продали вы имеете ввиду сейчас по обращению в правоохранительных органов да ну то есть понимаете вот если я условно говоря у меня есть телевизор да я продал телевизор и этот телевизор у кого-то там пропал да мне все равно уже должно быть на этот телевизор потому что я за телевизор получил деньги а все последствия которые там будут это уже того нового владельца а здесь подтверждается факт того что договор был отозван именно действиями веб-банкира то есть они непосредственно обращаются в правоохранительные органы они непосредственно ссылаются на то что отозван договор себя называют что им причинен ущерб то есть ну вот налицо и в то же время фабула отвечает про какой-то вообще непонятный договор который не имеет никакого отношения к нам потому что они четко пишут что договор заключен с другим человеком я не знаю может там реквизиты одинаковые я не знаю но договор из текста ядствует что вот этот с Бутырской не отзывался может быть он не отзывался с Бутырской а с маслом отзывался то есть я обращаю внимание просто на вот эти элементарные неопределенности так следующее у нас письмо заявление микрозайма начальника отдела полиции номер 2 это продумировано которое поступило в адрес подъем по письмо письмо поступило 1558 да вот ваш часть можно обратить внимание на это письмо тоже тоже есть много неопределенностей вы имеете ввиду заявление сейчас то есть если вот на второй странице читаем значит они пишут что якобы сначала сумма займа заявлялась как 30 тысяч сроком на 30 дней знаете вот в материалах дела есть якобы одна подпись электронная 1570 вот ну код на телефон который приходил вы понимаете я исхожу из того что если производится несколько различных операций то и несколько должно быть скажем так подписей ну как минимум сначала надо зарегистрироваться это подпись значит если одна заявка была это одна подпись другие условия это третья подпись ну то есть заявка была условия на 30 тысяч а кредит почему-то пишут на 8 тысяч хотя где-то я видел и 9 тысяч пишут по моему в этом заявлении сейчас я повнимательнее посмотрю да то есть они по-моему сами не знают что они хотят что они просят что они требуют они запутаются да они красиво ссылаются на нормы гражданского права но к их делу это не имеют никакого отношения они показывают договоры о верификации сами же пишут о том что как она происходит что со счета списывается 10 рублей потом до 10 рублей там разная сумма может быть и в то же время ничем это не подтверждается про верификацию в виде телефонных звонков там фото с паспортом ничего не сказано в то же время они ссылаются что якобы у них ну в заявлении в правоохранительных органов якобы у них такие документы есть там видеозапись в смысле фотография и аудиозапись но в то же время суд не предоставляет ну вот это меня очень сильно ну смущает раз не предоставляет значит у них эти доказательства видимо ну не подтверждают их исковые заявления я думаю что мужчину от женщины на фотографии можно отличить данное заявление еще приложено постановление о возбуждении уголовного дела 15 декабря на 20-го года где отказали о возбуждении уголовного дела по данному документу есть пояснение по поводу по поводу отказа да ну я как бы не являюсь заинтересованной стороной в данном моменте они вправе в принципе обжаловать любой отказ но пояснение какие-то есть если нет переходим дальше ну из постановления я понял что правоохранительные органы в принципе даже не не занимались какой-либо проверкой они сослались что имеются якобы какие-то гражданско-правовые отношения попросить масло ДА у них не предоставилась возможность ну я не знаю почему вот и ну скажем так вот это поставление ни о чем оно с моей точки зрения не мотивировано никакая проверка не проводилась но это их право обжаловать его и третье сам непосредственно ответ на запрос представленного банкир или сделан 217 который эти документы переломались ознакомлены с ответом 10 февраля 2023 года датирован исходящий номер 00-2023 так 10 февраля с этой до конца не вижу 9-10-9 сейчас найдем если он такой есть нет не стажировали передам заявление здравоохранительного органа постановление в отказе возбуждения уголовного отдела и соответственно пояснение датанки а вот это вот да ну здесь они также выражают свое сомнение в том что а был ли у них заключен договор именно с моим доверителем то есть они изначально скажем так в своем ответе от 17 января 2023 года за новым миром исходящим 77 об этом говорили здесь они также повторяют единственное они здесь ну сократили немножко но в любом случае они ссылаются на то что IP адрес город Санкт-Петербург что они ну я просто сейчас зачитаю в ходе внутренней проверки общества установлено что абонентский номер такой-то а 211 заканчивается с помощью которого регистрировался личный кабинет оформлялся оформлялся договор и проходил верификацию клиента ну ваш уважаемый суд если у них какая-то внутреннюю проверка что-то обнаружила но предоставьте это в суд нет никаких доказательств что какая-то верификация производилась и вообще в каком виде она производилась там телефонными звонками отправлением там суммы на счет фотографии ну хоть как-то ну просто голые слова я напишу что телефон к социальным сетям не привязан согласно мобильному приложению тинькофф банк держатель банковской карты такой-то окончание 652 на который предоставлены заемные денежные средства является Денис М IP-адрес используемый для входа в личный кабинет относится к гиапазону город Сан-Петербург однако заявитель зарегистрирован в городе Мурманске вот я хотел бы обратить внимание на вот определенный момент если кому-то деньги поступают без основательно то это не повод эти деньги потом требовать обратно как в рамках какого-то договора в своих возражениях я как бы обращал внимание на то что если даже и будет установлено предположим что какие-то деньги от кого-то куда-то поступили без основательно то они подлежат возвращению на основании соответствующей искового заявления и соответствующей заинтересованной стороной фабула не является такой стороной такой предмет не заявлен оснований таких нету поэтому вопрос о том поступали деньги не поступали деньги он в принципе за пределами нашего дела на данный момент есть судебная практика по этому вопросу я его более того материала дела приложил решение суда где четко сказано что если деньги даже и поступили то они подлежат обратному взысканию по требованию заинтересованной соответственно стороны как неосновательное обогащение но никак не в рамках какого-то договора ну вот я просто уже много раз обращал внимание у меня возникает серьезное подозрение что некоторые финансовые организации имея базу данных я уж не знаю каким образом они ее получают либо это у них какие-то клиенты раньше были либо они там каким-то образом получают с других банков с кредитной историей каким-то образом получают то есть они на мой взгляд занимаются вот этим мошенничеством то есть переводят людям определенную сумму денег а потом получают судебные приказы потому что 99% людей они просто не будут обращаться в суд и защищать свои интересы и вот они взыскивают вот эти вот деньги которые они временно кому-то перекинули показывают прикладывают к серой копии незаверенные документы и судья и судья выносит судебный приказ без рассмотрения вообще спора без ничего и люди потом со временем узнают о том что у них что-то списали хотя они никогда не брали в кредит деньги я просто хочу обратить внимание что наличие что наличие персональных данных и вот их на сайте либо в приложении не означает что это дело конкретно конкретный человек верификации не было телефон был потерян кто угодно мог это сделать поэтому я считаю что в данном случае договор нельзя считать заключенным потому что не предоставлены доказательства о том что договор согласовывался подписывался и заключался более того очень много вопросов по поводу суммы договора порядка заключения верификации сам договор который предоставлен если смотрим последний лист почему-то персональные данные в виде паспортных данных полностью не вписаны хотя в форме личного кабинета я заходил специально проверял там предусмотрены эти поля то есть а именно кем и когда выдан здесь этого нету пытался этот QR-код как-то отсканировать попытаться его прочитать ничего не происходит понимаете это вот набор непонятно чего пока все пояснения все данные все доказательства представлены да пояснение все данные все доказательства представлены полагаете возможно закончить по существу рассмотрения перейти к премьеру да полагаю возможно да хорошо суд определен пояснения 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 судебный премьер это заключительная стадия судебного разбирательства где каждый из участвующих дел еще раз выражает свою позицию по заявленному требованию как первоначальному так и встречному иску и также обращает внимание суда на те обстоятельства которые по вашему мнению суд должен учесть при принятии решения по существу требования прошу слово кто из вас будет выступать у меня уважаемый суд считаю что изначально первоначальный иск заявлен неосновательно поскольку иском не предоставлены соответствующие доказательства подтверждающие что договор в реальности был заключен хотя в силу статьи 56 гражданского процессуального кодекса естественно обязан доказать факт заключения договора между веб-банкир и моим доверителем Масло Денисом Анатольевичем из самого последнего документа который сейчас в суд представлен следует что договор за номером 1081-53-70-1 от 7.09.2021 был заключен с Бутырской Олесей Андреевной исходя из этого у меня только один напрашивается вопрос а почему ответчик у вас Масло Денис Анатольевич это первый момент второй момент по поводу простой подписи электронной и тому подобное есть судебная практика говорящая о том что то что ввели какую-либо персональную информацию на сайте либо в приложении недостаточно потому что любая электронная подпись даже самая простая должна быть привязана к тому человеку который эту подпись ставит для этого проводится верификация различными способами то есть как-то должно быть подтверждено что именно человек который ввел эту информацию является тем человеком какую информацию он ввел я дома ради эксперимента провел скажем так определенные действия зашел на сайт веб-банкира и ввел полностью выдуманную информацию даже недействительного человека полностью выдуманную информацию и дошел до стадии когда мне на телефон не существующий было отправлено смс так называемая электронная подпись за все это время я не проходил никаких верификаций и тому подобное договор который предоставлен ну понятно что я тоже хочу обратить что эти доказательства являются недалежащими они не заверены это ксерокопия без недалежащего заверения последняя страница договора не имеет полных персональных данных то есть тем и когда выдан паспорт то есть ну хотя бы вот эту информацию могли бы сюда вписать не полениться обратить на вот эти мелочи казалось бы если у вас есть паспортные данные как-то вы получили моего доверителя ну тогда уж вы их полностью впишите много вопросов к тому вообще какая сумма была по этому договору потому что веб-банкир пишет правоохранителю органы про то что заявка была на 30 тысяч но якобы договор был заключен на 8 тысяч ход почему-то электронная подпись якобы моего доверителя почему-то одна при этом пишут они отдельно процедуру что вот регистрация это одна процедура на сайте заявка на сайт это другая ситуация я так понимаю и если отклонение это третья ситуация должно быть какие-то подтверждения подтверждения то что я исхожу из того если человек ну условно говоря любой человек приходит в банк ему говорят он просит дайте мне 30 тысяч да условно говоря а ему говорят мы вам 30 тысяч не дадим ну ему переводят допустим 8 тысяч условно говоря то это не согласованный договор так а человеку может быть не нужно не нужно 8 тысяч то есть в любом случае я говорю о том что вот эти все процедуры согласования переписки так называемых деловой должны подтверждаться теми же самыми электронными подписями какой-то перепиской вот на самом деле если бы мой доверитель знал о том что вот существует такая ситуация да и если бы он реально брал договор в смысле заключал договор естественно был бы хотя бы единственный платеж хотя бы один там понимаете ну видно же что человек вообще никакого платежа не совершал чтобы также доказывать что он не заключал этого договора то есть ну любой человек который делает заявку даже если не проходила верификация он своими действиями в конечном итоге может подтвердить наличие этого договора ну путем допустим первого платежа по кредиту здесь же таких действий со стороны моего доверителя не было он полностью отрицает факт заключения с ним договора его объяснения это точно такие же доказательства вот по данному вопросу имеется судебная практика я сделал специальную выдержку привел ее в возражениях ну скажем так чтобы оно как-то зафиксировалось хотя я прилагал и конкретные решения судов но вот просто хочу обратить что вот прям так и написано выдержка ИСОМ не предоставлены доказатель совершения ответчикам действий под заключение договора займа а именно того что он вошел на сайт ИСА с целью получения пароля доступа в личный кабинет направление ответчику СМС сообщения с кодом подтверждения в скобочках простой электронной подписи введение указанного кода ответчикам в специальное окно в скобочках личный кабинет следовательно ИСОМ не предоставлено доказательств заключения договора займа с ответчиком при таких данных суд приходит к выводу о том что договор займа там в реквизиты не может быть признан заключенным между сторонами денежная сумма полученная ответчиком от ИСА является неосновательным обогащением при таких обстоятельствах суд приходит к выводу что правовых оснований для утворения требований о взыскании с такого-то человека в пользу такой-то организации долга по договору займа не имеется в связи с чем выделение исковых требований надлежит отказать при этом ИСЕС не лишен возможности обратиться в суд с иском к соответствующему ответчику о взыскании неосновательного обогащения то есть суды исходят из того что деньги это еще не означает что договор был заключен потому что согласно гражданскому законодательству договор займа может быть консенсуальным и как правило здесь он только может быть консенсуальным иначе было бы злоупотребление со стороны вот этих микрофинансовых организаций о которых я уже говорю что направляли бы людям деньги а потом бы с них взыскивали эти деньги плюс проценты как запользование займа закон позволяет взыскивать до 150 процентов это достаточно большая сумма причем за короткий промежуток времени исходя из того что мы считаем что иск заявлен неосновательно мы считаем что наш встречный иск подлежит удовлетворению и помимо того что договор должен быть признан незаключенным скажем так репутация моего доверителя должна быть восстановлена путем направления в бюро кредитных историй информации об исключении сведений в отношении обязательства по вот этому договору микрозайма поскольку такого договора не существует также необходимо взыскать в пользу моего доверителя все судебные расходы которые были предоставлены они все обоснованы он фактически их понес на данный момент подтверждаются они все чеками об оплате соответствующими подписями и договором в принципе все спасибо присаживайтесь пожалуйста прошу отече желаете высказаться в премии нет не желаете правом реплики желают воспользоваться представители нет отвечу судебные премии объявляются заключенными судом удаляются в существенном конкурсе принятие решения существов взаимоотношения оглашается реализативная честь решения по делу 292 за 2023 год решения Российской Федерации 14 февраля 2023 года город Мамаск Линский район и суд города Мамаска в составе председательствующего судима ЦУВ и пресс-секретаря Смирновой с участием отвечу Масла представителя отвечу Мамая рассмотрев открытым судебным заседанием в помещении суда гражданского дела по иску общества с ограниченной ответственностью коллекторское агентство Фабло Масла Денису Анатольевичу о взыскании задолженности по договору взаимо встречному исковому заявлению Масла Дениса Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью коллекторское агентство Фабло Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания Габанкир о признании договора о замене заключенных применения последствий ничтожной сделки и руководству статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд решен В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью коллекторское агентство Фабло Масла Дениса Анатольевича о взыскании задолженности по договору взаимо отказать полном объеме Встречные исковые требования Масла Дениса Анатольевича к Обществу с ограниченной ответственностью коллекторское агентство Фабло Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания Габанкир о признании договора о замене Незаключенным применением последствий ничтожной сделки удовлетари частично. Признать незаключенным договор нецелевого потребительского микрозайма номер 1081-53-70-1 от 7 марта 2021 года, сентября прошу прощения, между Масло Денисом Анатольевичем и Обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Дебанкир» ОГРН 112-774-663-08-46. Обязать Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Дебанкир» ОГРН 112-774-663-08-46. Направить в Бюро кредитных историй информацию об исключении сведений в отношении обязательств под договор нецелевого потребительского микрозайма номер 1081-53-70-1 между Масло Денисом Анатольевичем и Обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Дебанкир». Обязать Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Дебанкир» ОГРН 112-774-663-08-46. В пользу Масло Дениса Анатольевича расходы по оплате юридических услуг 14 without us. Взыскать Общество с ограниченной ответственностью коллекторского агентства «Фабола» УГРН 115-169-007-1741. В пользу Масло Дениса Анатольевича расходы по оплате юридических услуг 14 without us. Почтовые расходы 230 рублей 24 копейки. В удовлетворении требований о взыскании компенсации за фактическую потерю времени, расходов по оплате услуг нотариуса, расходов по оплате услуг представителя в размере превышающим 28 тысяч рублей, масло Денису Анатольевичу отказать. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мурманске областной суд через Ленинский районный суд города Мурманска в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме. Срок изготовления решения в силу статьи 107 ч. 3 составляет 21 февраля 2023 года, после чего копии мотивированного решения будут отправлены почтовой корреспонденцией. В случае, если лица участвующего в деле желает получить посредством электронной почты, вы вправе обратиться с письменным заявлением, указав электронный адрес, на который вы желаете получить копию. Судебное заседание. Спасибо большое. Я очень рад, безумно рад, что вас пользуетесь услугами Мурмана Владимировича. Выигранное дело очень, очень грамотно. Все судебные расходы будут возмещены мне. Поэтому на данный момент это единственный человек, который настолько грамотен в эти вопросы. Ну и не только конкретно по этому делу. Телефон? Все тот же. 8 921 6641. Звоните в любое время. Он поможет вам. Подписывайся. Уважци. Звоните. Субтитры создавал DimaTorzok